Здравствуйте, Шаватова Гутово, хорошей недели. У нас урок номер 177 по Мишли. Мы находимся в 20-й главе, и мы не закончили вроде как 20-е предложение, которое говорит, кто злословит отца свою и мать свою, кто проклинает дословно свою отца и мать свою, того свидетельник показнет среди глубокой тьмы. Мальбима, насколько я помню, мы успели прочитать, а вот Гаоны не успели прочитать и не успели обсудить некоторые вопросы. Говорит Гаон, Миколель Авифаэмо, тот, кто проклинает родителей. Авиф, папа, это тот, кто обучает сына Торе, которое сказано в Алиматаму Тамадбнейхам. Преподавайте ее Тору, обучайте ее ваших сыновей. Вы Шинантам Леванейха и заставляйте детей ее учить. Шинантам Леванейха это кусочек из шма, который вроде бы как все знают, но здесь интересный момент, что слово Шинантам происходит от слова Мишна, изучения, от слова Шна им два и от слова Шен зуб. То есть учить это, зубрить, повторять. Заставляйте детей зубрить эту Тору. И человек, который проклинает отца, это тот, кто проклинает того, кто дал тебе возможность учить Тору. Имо, мама, это тот, кто Мадрихаева, Лаосот Митсва, Балилэгба Дерих Яшара. Она, слово Мадрих, слово Дерих, наставляет. От слова Дерих дорога. Показывает им правильную дорогу, наставляет, по которой ему надо идти для того, чтобы делать Митсвот, и выбрать себе Дерих Яшара, прямую дорогу. В Гиморре Хагига есть Раша, который говорит, Эйзэу Дерих Яшара, что это за прямая дорога, и говорит, что Хохамим набросили, накинули на маму и папу обязанность обучать Тору в Митсвот. И еще, что мама, то есть, что Раша хочет нам сказать. Нету ни одного пасука в Торе, где есть Митсва, да, райца Митсва из Торы, что мама должна направлять ребенка по пути Торы. Эта Митсва лежит на папе, и Митсва до Рабонан, Митсва от Рабонан, не из Тора, а Митсва от Рабонан, на маме тоже направляет ее по дороге Митсвот. И поэтому здесь сказано, что мама направляет его по дороге Митсвот, а у папы есть Митсва до Райса, не только Митсва до Рабона, не то, что папа не должен обучать ребенка Митсвот, но у папы есть Митсва из Торы, в Алиматам, от Амадбнейхам, в Ашинантам, вот там, чтобы он обучал ребенка Торе. У мамы же это Митсва только Митсва до Рабонан, чтобы привести его к правильному пути, то есть путь Торы и заповедей. И еще добавляет Раша, что мама все время находится с ребенком дома, то есть мама в стандартной ситуации, она больше видит ребенка, чем папа, у папы есть какие-то дополнительные дела. Мама, главная часть мамы, это байт, это дом, поэтому, находясь в доме, она больше контактирует с ребенком, и поэтому ей легче и постояннее она направляет его на Митсвот. Это первая часть. Вторая, что когда мы говорим про папу и маму, проклинающий отца и мать, папа тот, кто обучает Торе, мама тот, кто направляет по дороге заповедей, то это подобие, аллегория, которая идет Ор в Нер. Есть свет и есть свечка. Тора называется Тора Ор, Тора называется светом, Митсва называется Нер свечой. Сказано, Ки Нер Митсва в Тора Ор. Это цитата, которая находится здесь же у нас в Мишли, поэтому давайте я ее открою. В начале книги Мишли, только вот открою ее сразу или не открою, а сразу, это еще один вопрос. Секунду. В шестой главе предложение номер 23 говорит Ки Нер Митсва в Тора Ор в Эдере Хаим Тахохот Мусар. Нером свечка является Митсва, Торой является светом, и дорогой жизни называется Тахохот Мусара упреки, связанные с Мусаром, с моралью. Гагро почти ничего не пишет на это, но он пишет, что здесь указаны три вещи. Тора, Митсва и дорога Мусара, то есть Медот. И эти три вещи, каждая из них состоит из трех. И это будет сказано в другом месте, что каждая из них состоит из трех вещей. И сейчас я не взял с собой, мы когда-то это учили. Есть Агадот Раба Барбархана в Баве Басрина, Дафи Айнхэт, в котором Агро очень подробно это разбирает, поэтому здесь он в это не вошел. Но в Торе есть три части, на самом деле четыре, но основные три. В Митсвот есть три части, и три части есть в Мусаре. И вот эти три вещи, о которых идет речь. Тора лежит, Ор лежит на папе, Тора Ор, на маме лежит Митсва. И на самом деле, частично, во всяком случае, а может быть очень сильно, на маме же лежит понятие Мусар. Те, кто читал когда-то, обычно в начале Сидуров, на первой странице вошкенадских Сидурах в основном, находится письмо Рамбана, такое очень известное письмо Рамбана, которое начинается цитатой из... Не, не знаю, там мне нужны Гагро на это, я не взял. Письмо Рамбана, которое начинается с цитаты из Мишли же, которое говорит, «Шма обними мусар авиха в альте тош тарат и мэха», где написано, что папа дает мусар в смысле общего направления, вид сверху, а мама должна входить в детали воспитания ребенка, папа этого не может сделать по причине в основном отсутствия дома и меньшего контакта с ребенком. Поэтому Тора Митсва, это детализация Митсва, вот это на маме, и об этом сказано Кинер Митсва в Тора Ор. В Икашер Адам Шаруй Бамаком Хошек, если человек находится в темноте, то если у него будет свечка, которая горит, то она будет ему освещать эту тьму. И это то, что сказано, что человек, который Микалель Умавазе Атавифа Емо, человек, который проклинает и пренебрегает отцом или матерью, то у него нет ни Тора, ни Митсвот. И тогда получается, что идуха неро венишар бишунхошах. То есть получится, я читаю все предложение, еще раз, одну секундочку. Кто злословит отца своего, мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы, он окажется, что он находится в полной темноте, поскольку то, что дает свет, это Тора и свечка, это Митсва, если он проклинает отца и мать, которые дают ему этот свет Тора и свет Митсвот, то, соответственно, он останется в полной тьме, и также в самой Торе. Человек, который проклинает отца и мать, это Тора и Митсвот, он их проклинает, и тем самым он лишается Тора и заповедей, и, соответственно, лишившись Тора и заповедей, ему ничего не может осветить, не только правильную дорогу по жизни, но он, даже выбрав себе эту дорогу Тора и Митсвот, ему неоткуда будет их взять. Это то, как объясняет Гаон этот посук. В общем, это то, что мы не успели в прошлый раз. Так и плохо. Сейчас, секундочку. Здесь есть еще один момент, который мы немножко обсуждали, по-моему, в Мальбе, но я не помню, обсуждали или нет. Есть еще один момент, что родители – это те, кто дали человеку жизнь, и человек живет благодаря им. Есть люди, и, в общем, не такое маленькое количество людей, которые по вопросу того, как своей жизни, то, что родители им даровали жизнь, на это отвечают, а я вас об этом не просил. Слух или про себя, или шепотом не имеет никакого значения, но идея того, что я об этом не просил, присутствует. Поэтому возникает вопрос очень простой, а за что я должен быть благодарен? Они мне устроили вот эту немножечко Азоханвей такую жизнь, и теперь я должен ему благодарен быть, и так далее. Человек, который пренебрегает тем, что родители ему дали жизнь, а жизнь обычно дает необычно, а всегда, дает трое – папа, мама и Всевышний. Человек, который пренебрегает этим, и Миколеле Афифуэймо, он входит в такую сугью, которая обсуждается в Мишне Перкеавод, обсуждается в Гемории Рувен, когда Мишна говорит «Балькархоата налад, балькархоата хай, против твоей воли ты родился, против твоей воли ты живешь, против твоей воли ты умрешь, и против твоей воли ты в дальнейшем будешь судиться Всевышним, судить будет тебя Творец». В Гемории Рувене есть Махлоке спор Байчама и Байзгилеля по поводу того, Байчама говорит «Ноахла адам шало невра». Человеку было бы удобнее, чтобы он не родился. Маскона, Байчама и Байзгилель спорили на эту тему, пришли к общему знаменателю, что да, действительно, ноах выгодно человеку, удобно человеку, чтобы он не был создан, потому что человек, который попадает в этот мир, он попадает в мир страдания, мир овоида, ему нужно что-то делать. Это тяжело, утомительно, иногда будильник звонит с утра, что мешает, раздражает. Иногда есть более раздражительные эффекты, которые есть в этом мире. Но, говорит Гемора, «Ахшафа, хорейши у невра, после того, как он был создан, потому что человеку кажется, и безусловно, он прав, ему удобнее не существовать. Не сказано «хорошо ему не существовать», сказано «удобно не существовать». Ну, а Кодэш Барагу, он в своей мудрости немножко выше видит, чем мы, и поэтому он решил, что человеку быть правильно созданным. Удобно? Нет. Правильно? Да. После того, как он создан по воле Всевышнего, он должен исследовать свои поступки, то есть, либо исследовать, как жить, по какому пути идти. Для этого ему нужны мама и папа, для того, чтобы они его не только родили, но привели его к нужному пути, показали ему «нер» от мамы, «ор» от папы. И если Амримев и Машмешбе Маасаф, он должен исследовать, что он сделал каждый день, чтобы понять, за что ему надо делать шоу, что надо оставлять без изменений, что надо изменять и т.д. и т.п. Таким образом, это еще одна причина, по которому человеку не хочется уважать родителей, поскольку, в общем-то, в мире мир иногда жесток, иногда еще какие-то проблемы бывают у человека в мире, не хватает, ну, скажем, денег не хватает почти всегда, всего остального не хватает тоже почти всегда, еще мало можно найти людей, которым всего достаточно, такие люди, безусловно, есть, но их мало. Это то, о чем сказано, кто такой богатый человек, тот, который самая бахилко, тот, который доволен своему делу, ему всего хватает. Обычно человеку не хватает, и в принципе это правильно, ему должно не хватать. Торы, заповеди, он должен за ними гнаться, но при этом он должен чувствовать некоторые счастья, радость, благословление Всевышнего, что ему даны, дана возможность подниматься по лестнице к душе, идти к святости, достигать ее и так далее. Но человек, который этим недоволен, тем, что он недоволен, самим этим фактом, он проклинает своих родителей, и это еще один шат, еще одно указание по суке, что тебе не надо проклинать своих родителей, говорить, что зря они меня родили, потому что в этой ситуации он находится в темноте, поскольку сам факт размышления о том, что он зря появился в этом мире, это пустота, это темнота, и это то, о чем говорит совпасука. И комментарий Гаона, который говорит нам о том, что человек, который отказывается принять от родителей, он отказывается воспринять Тору и заповеди. Безусловно, человек, который оказался в ситуации, вопрос, который мне был задан, в ситуации, человек, который большой, и родители его не воспитывают, не воспитывают в Дерих, в заповеди Митцвод, Тора и Митцвод. И этот человек, слушая родителей, таких людей довольно много, понятно, о чем идет речь, вряд ли получит много Тора и много заповедей от родителей. И тем не менее, безусловно, ему нельзя их проклинать по второй причине, о которой я только что говорил, потому что они привели его в этот мир, они были втроем, родители и Всевышний. Сделано это было таким образом, чтобы это было наиболее благоприятное для него время зачатия и появления в этом мире родов. Таким образом, Гакодыш Бургу это подгадал и подготовил так, чтобы родители это сделали именно в это мгновение. Это мгновение, когда Гашпо, влияние Всевышнего на него через звезды, созвездия или без них, не имеет сейчас значения, каким образом, наиболее благоприятное для того, чтобы он стал цадиком, чтобы он стал праведником. И он должен понимать, что если мы говорим о Бальшуве, то, что мы видим, что из, я не знаю, скольки людей, которые возьмем только русское еврейство, какое количество русских евреев, возьмем одно-два поколения, пять поколений, не имеет значения, отошедших от Торы, какой минимум из них пришел к Торы, сколько из них удостоилось того, чтобы войти в шатры Торы и соединиться, вернуться в еврейство после того, как все было опустошено, и убрано, и понятно, что это в основном заслуга Всевышнего, но надо понять, что это заслуга Всевышний послал через родителей, которые его создали в этом мире, которые спустили эту душу в этот мир, и поэтому заодно это мы должны быть благодарны, и человек, который не испытывает этой благодарности, он называется, по сукам, Миколэль Авифа Емо, тот, который приклинает родителей, поэтому, оставив комментарий Агро, используя другой комментарий, который я сейчас даю, понятно, что Байл и Чувы точно так же должны выполнять Митсвук и Бутап, только в уважении родителей, но здесь существует много деталей этой заповеди, которые, несмотря на то, что я совсем не планировал на эту тему говорить, но из вопроса, которые заданы, я понимаю, что это было неправильно, мое планирование, я должен несколько слов сказать, есть такой пасух в Торе, книги выикра, паршат корчем, ладно, не нужно, Миколэль Авифа Терау, вы шабатайте шемру, анахи Гошем, маму и папу бойтесь, и мои субботы соблюдайтесь, я Гошем. Таким образом, здесь указаны три вещи, боязнь мамы и папы, причем указано именно в этом порядке, говорит Геморов в трактате Гедушин и приводит ее Раша на месте в комментарии на посолок, указано именно в этом порядке, для того, чтобы сказать, что обычно человек больше боится папу, чем маму, даже ребенок, в данном случае нужно поставить маму в первую очередь, что заповедь бояться маму, прежде чем заповедь бояться, потому что природа человека делает наоборот, поэтому они как бы пасуки так поставил, чтобы уравнять, для того, чтобы был страх перед мамой, так же, как страх перед папой, но при этом вы должны бояться, вы не можете, что такое бояться? Во-первых, не противоречит тому, что говорят родители, то есть если папа говорит, или мама говорит, сделать какую-то вещь, то ребенок не должен говорить, а я все равно, это вещь, которая запрещена, и достаточно тяжело делать, но следующей фразой написано, вы шеботайте шемру, а субботы мои соблюдайте, и Раша объясняет, не только субботу, но все остальные митсвоты должны соблюдать, несмотря на то, что папа или мама говорит тебе нарушить какую-то заповедь, включая заповедь дорабонам, ребенок не имеет права нарушить заповедь дорабонам, или дорайсу, заповедь истории, потому что папа или мама ему говорят нарушить заповеди, потому что папа и мама, так же как ребенок, обязаны бояться Всевышнего, поэтому они должны соблюдать заповеди Тора, и когда родители говорят ребенку, нарушь какую-то заповедь, то тем самым они нарушают сами заповедь, и поэтому Тора нас предупреждает, что в этом случае нет митсвопочитания родителей. Отсюда возникает не совсем правильное понимание, о том, что у Балетшувы нет заповеди почитания родителей. Это неверно, заповедь есть, за исключением ситуации, когда родители, кстати, такая ситуация может быть очень часто, мягко говоря, когда родители говорят о нарушении какой-то заповеди Торы. Например, не ходи на занятия Торы, поскольку есть заповедь изучения Торы, заповедь изучения мусора для женщин, галахи, поэтому, когда родители говорят, не надо тебе туда ходить, то это, говорят, это означает, что они говорят нарушь заповедь Торы, поэтому, безусловно, нет заповедей их слушать. Родители, которые говорят сыну, который пошел в Ешиву, в Ешиву, уйди из Ешивы, перестань учить Тора, нет ни малейшего заповеди слушать их в этой ситуации, но это не означает проклинать. И многие другие вещи. Я приведу просто один-два примера, я совершенно не планировал заниматься галахойки, будто Аф-М, хотя это очень интересная галаха, но один-два примера для того, чтобы было понятно не на примере Балейт-Шоу, а на примере абсолютно стопроцентной супер-ортодоксальной, она как-то иначе, ультра-ортодоксальной семьи, где родители и дети все цадикими, все соблюдают заповедь Тора. Мы немножечко все должны были встретиться с таким понятием, иногда очень тяжелым, аидыша мама, еврейская мама, я начну с анекдота, а потом продолжу. Ребенок играет во дворе, высовывается мама из окна и говорит, Боренька, иди домой. Боренька поднимает голову и говорит, что мама, я голодный, нет, тебе холодно. И вот в этой ситуации это совершенно стандартная такая ситуация, когда родители твердо решают, что нужно ребенку, я не говорю про нарушение заповедей Тора, но ситуация, которая может сложиться очень легко, ребенок взрослый, ребенок в возрасте 20 лет, куда-то собирается идти, и мама ей говорит, надень свитер, на улице холодно. Он говорит, я не хочу свитер, мне тепло, мне жарко. Первый вопрос, то, что ребенок не должен папе говорить, папа, ты козел, я свитер не надену, это мы обсуждать не будем. Понятно, что это он не имеет права делать. Но вопрос простой, обязан ли ребенок надеть свитер в этой ситуации? Он говорит, мне тепло, папа или мама говорит, тебе холодно, на улице холодно, надень свитер. Первый вопрос, должен слушать маму или нет? Ответ – нет. Не обязан этого делать. Почему? Потому что все митсводы, которые касаются, весь митсуют, все существование, которое касается ему, ему будет тяжело в свитере, неудобно, жарко, еще что-то. Он не должен страдать ради этой вещи. Понятно, что ему не надо говорить «я не надену», он может взять его с собой, выйти и снять парадный, чтобы не револировать родителей, что-нибудь подобное. Но митсовы слушать в этой ситуации нет. Ликолель, понятно, проклинать и ругаться последними словами, тоже не нужно, и это тоже более-менее понятно. Поэтому, когда мы уходим от ультра-ортодоксальной семьи и свитера, и начинаем входить в какую-то другую ситуацию, в ситуацию болеть шув, то я думаю, что любой человек в любом возрасте, сделавший шуву, так или иначе сталкивался с реакцией родителей, которая далеко не всегда была очень позитивной. Она была разнообразной. Поэтому, в той ситуации, когда родители просят какую-то вещь, которая не противоречит заповедям Торы, мы стопроцентно обязаны выполнять митсовы кибутав. Я не говорю сейчас про проклинать, но мы обязаны уважать и уважать изо всей дурацкой мощи. Но в тот момент, когда доходит до какого-то противоречия между заповедью Торы и распоряжением родителям, желания родителей, то митсовы почитания родителей отсутствуют. При этом, как в любой другой митсове, без исключения, надо быть честным, потому что здесь могут быть вариации и в ту, и в другую сторону. Например, мне очень не хочется ссориться с мамой, поэтому я решу, что ладно, я нарушу заповедь, потому что это не противоречит заповеди Торы на самом деле, а и дам какой-то дикий тируц, объяснение, почему это можно. Или обратная ситуация. Я буду все время в плохих отношениях с родителями, потому что они все время хотят, чтобы я нарушал, и то и другое будет неверно. Две крайности, которые обе неправильны, и которые и на собственном опыте, и на опыте многих других людей, я знаю, что очень трудно выполнять эту митсову, особенно когда с родителями есть некая противоречия богашкова в мировоззрении. Но, тем не менее, никто не отменяет эту заповедь для Балайчуа, только надо понять, когда есть противоречия, когда нет. О ликолеле, оби феймо, даже речи идти не может, по той причине, что, в принципе, благодаря родителям я был создан в самый лучший момент, возможный для моего существования, и благодаря родителями Всевышнего я, может быть, получу какую-то награду Алла-Мабба, и за это я должен и благодарен, и ни о каком ликолеле, ни о каком проклятии речи идти не может. Есть такая геморра в трактате Нида. Начинается с посука в Торе, когда Белам, помните, кто такой Белам, пророк, который был уровнем Аширабейна только со стороны нечистоты, его балак Бенбор, который приглашает Белама, царь Муава, приглашает проклясть еврейский народ, вот он приходит проклинать еврейский народ, и во время этого проклятия он говорит, «Ма того агалэйга Аков, мишка на тэхэй, Исраэль, насколько прекрасны твои шатры Аков, твои жилища, Израиль», и так далее. Он все время хотел увидеть жилища для того, чтобы проклясть. Семь жертвенников он строил в разных местах для того, чтобы видеть часть жилища, часть лагеря Якова, и только в это время он собирался их проклясть. Связано это было с тем, говорит Гемора, что внутри шатров происходит супружеская близость, и во время этой супружеской близости зачинается ребенок, который потом должен уважать родителей, не должен их проклинать. И он хотел в эту секунду вложить какое-то проклятие, чтобы вот в это мгновение зачинания ребенка это зачатие произошло не в том момент, который будет наиболее благоприятный для этого конкретного ребенка. И Гакодыш Барву выбирал те моменты, для зачатия выбирает, говорит Гемора в Ниде, что он выбирал то мгновение, то секунду, которая для той души, которая спустится в мир, будет наиболее благоприятной для Авода Дашем, для службы Всевышнего. И это то, о чем он говорил, «Ма Таву Агалей Гааков Мишка Натейха Исраиль», что невозможно выбрать этого момента, потому что Гакодыш Барву Машгех следит за тем, чтобы вот это мгновение оказалось самым удачным для зачатия ребенка. Окей. Я думаю, что этот пасук мы закончили, более или менее осветили. И ответил в том числе на вопрос, который был задан относительно Балычу. Двинемся дальше. 21-й пасук говорит, «Наследство, поспешно захваченное, вначале не благословится впоследствии». Такой пасук немножко малопонятный. Начнем с Мальбима, который говорит, «Нахалат мувугелет». Багуль – это поспешность. Наследство поспешное, дословно. Багуль – это даже не поспешное, а спешащее. Ну да, что-то одно и то же. Которое изначально было получено путем спешки. После этого оно не получит брахи. Мальбим пересказывает, объясняет Байнатаем в начале Пшада Пашута этого посука. Что такое наследство? Деньги. Потому что деньги, наследство и мецеи, и находки – у них нет никакой брахи, как сказали наши мудрецы. То есть, что это значит? Потому что не будут благословленным, а только такой киньян, только такое приобретение, которое приходит с помощью Иштадлута, с помощью усилий, которые человек приложил, а не случайным образом. И тем более наследство, которое приходит преждевременно. Когда оно приходит, Багуль, то есть поспешно, Мальбим переводит слово Багуль, в данном случае поспешность, как преждевременное. Когда кто-то из родителей, кто-то, наверное, оба, умерли досрочно, и из-за этого человек получает наследство, вроде бы как удачно, хорошо, повезло, можно сказать, но при этом брахи на этом не будет. Что это? Дерих Мецея, Шило, Идбарех Мецаточные Ниними. И это не получит благословления из-за двух вещей. Сейчас мы обсудим эти две вещи. Вначале я хочу сказать такую галаху, которая как бы с одной стороны известная, с другой стороны такая немножко странная галаха. Представьте себе человека, Рувена, у которого умирает папа. Мама уже умерла, сейчас умирает папа, и он получает наследство. Приличное наследство, не обязательно очень большое, но приличное наследство. Когда умирает кто-то из родителей, человек должен сказать браху, Борог, Дэна, Эммет, Благословлен, Судья, Истинный. То есть, мы должны благодарить Всевышнего за добро, которое нам делает, Брахой Шехияну. Браха Шехияну, которая говорится, Благословленный Всевышний, который дал нам дожить, досуществовать, дотянуть до этого времени. Дал нам существовать до этого времени, которое говорится, за какую-то хорошую вещь, которая случается. Когда случается плохая вещь, я беру специально смерть родителей, которая, как бы, более-менее понятно, что удовольствия от этого мало, человек должен сказать Браху Борог Дэяна Эммет, только я говорю без имени Всевышнего, но она говорится с именем Творца. Если он при этом получает наследство, он должен Ток Дэ Дибур подряд сказать две брахи, Благословленный Всевышний, который Судья Справедливый, и Благословленный Всевышний Шехияну, который дал нам дожить до этого, мне дожить до этого времени и получить приличное наследство. Понятно, что сказать на смерть кого-то из родителей Брога Шехияну выглядит несколько странновато, но, тем не менее, так в Невсах Шульхонорухе, Шульхонорух это приводит, это гемора приводит в Шульхонорух, и так нужно делать в случае, если человек узнает о смерти родителей и о получении наследства одновременно. При этом, говорит Мальбин, что наследство, полученное преждевременно, это наследство, которое не получит Брахи из-за двух вещей. Первое, что это наследство, и второе, потому что она мувгелет, она получена преждевременно, до времени, поэтому конец этого, результат этого, будет отсутствие Брахи, и у него не будет успеха в тем, как он пользуется этим наследством. Мальбин больше ничего не пишет, совсем не объясняет эту вещь. Весь Перушмальбин построен таким образом, что он, как правило, пишет только простое понимание и не пишет Немшаля, то есть, Мишли построены Машаль и Немшаль, пример, и то, что из этого примера я должен выучить. Что выучит Мальбин очень... Иногда он пишет прямым текстом, выучит то-то и то-то, а иногда он считает, что мы должны быть неполными идиотами и выучить сами. Что мы должны выучить из этого? Здесь Мальбин не написал. Гаон Мивильно переводит это все в другую плоскость. Давайте посмотрим, как он пишет. Нахала щегу бахуль бамалахта. Он говорит, что Нахала это то наследство, которое человек спешит в своей работе. Что это значит? Дерри Габагуль, когда человек спешит поспешность, она приводит, что он в самом начале работы хочет закончить ее. Торопится. Если, ну, часть из присутствующих здесь на занятии не в интернете, не в... не в экране, я не знаю, как это сказать, а напрямую. И эта часть наверняка помнит пятилетку в четыре года и так далее. когда люди изначально так строилось в Советском Союзе, что надо было обязательно перевыполнить план. Вот делается какой-то план, его обязательно нужно перевыполнить. Был даже такой анекдот, я помню, что по телевизору в детстве, я ребенком был, я не помню, образцов такой был, был театр образцов, он рассказывал по телевизору этот анекдот, что было социалистическое соревнование. Цех по производству правых перчаток вызвал на соревнование цех по производству левых перчаток и победил их на 1286 штук. И вот это вот была такая целая система. В нашем мире это тоже происходит, причем происходит не в перчатках, а в значительно более серьезной теме. Я к себе тоже обращаюсь сейчас, честно говоря. То есть, он говорит, что человек, который с самого начала хочет закончить что-то, когда он доходит до конца, оказывается, что он чересчур быстро бежал к этой теме, и он не получает броху, которая находится в конце. Перевод, говорит Гаон, речь идет об изучении Торы. Человек, который учит какой-то мосехет, какую-то книжку, и когда он начинает, он уже планирует ее засиюмить, ее закончить, и торопится, то получается, что эта спешка приводит к тому, что он не получает брохи, то есть, он не знает в конце, что он учил в начале. И таким образом эта спешка не приводит к брохе. В детстве, в детском возрасте, я по своим детям, не только по своим вижу, что в определенном возрасте, когда ребенок начинает учить гемору Мематай, Карим Шмаба, Аравид, когда начинает читать Шма вечером, первую Мишну, которая приводится в первом разделе геморы, то, ну, я не знаю, больше или не больше, но очень большая часть людей, они уже планируют, что они приготовят и чем они будут угощать людей на сиюме Шаса, когда они закончат изучение Шаса. Это первое, с чего начинает изучение Мишны. Но реально человек должен понимать, что учить надо с той скоростью и с той глубиной, которая может дать броху. И поэтому надо литхон Эда Тора, если вы помните, то мы, а нет, с вами я не учил Перкеавод, в Перкеавод есть Мишна. Эйн кэмах, эйн тора, эйн тора, эйн кэмах. Нету муки, нету Торы, нету Торы, нету муки. Пшада пашут Мишна, что если человеку нечего кушать, голод, то он не может учиться, но если у человека есть мука, но нету Торы, то нету никакого смысла эту муку кушать, потому что едим мы для того, чтобы обратить это в духовное, а если мы просто кушаем и больше ничего, то чем мы отличаемся от ослика на пасеке. В общем, все то же самое. Поэтому человек должен объединить Тору и материальный мир, и материальный мир должен быть посвящен Тору, но без материального мира не может существовать Тора, потому как мы находимся в материальном мире, всеми цвот материальный и так далее. но здесь есть еще один момент, почему не написано эн лехем эн Тора, нету хлеба, нету Торы, почему написано эн кемих эн Тора, потому что кемих, мука, это то, что взято зерно и перемолото. Человек должен учить Тора таким образом, что своими зубами он должен перемолоть слова Торы и обсудить их, и назвать их столько раз, разжевать их, переживать, литхон, перемолоть такое количество раз, чтобы это было превращено в кемих, в муку, и только тогда Тора миткаемит бой, и только тогда Тора остается в нем. И это то, о чем говорит Шлома Амеллах в этом пасуке, по мнению Гаона, когда он говорит, что человек, который спешит в своей работе, чтобы унаследовать что-то, это наследство не получит брахи. Человек должен рассчитывать скорость в соответствии с тем, которая будет идеальной скоростью для нужного пути. Если перевести это на русские пословицы, то поспешишь, людей насмешишь. Окей, следующий пасук. Мальбин не объяснил мошаль, чего он объясняет. Мальбин остался просто без объяснения и сказал, что человек, который что-то получает до того, как ему положено, это получать, это не приводит к брахе. Мы можем немножко пофантазировать, почти наверняка амальбин это имеет в виду, что есть какие-то вещи духовные, которые, если человек получил раньше, чем он был готов к этим вещам, то брахе от этого не будет. Так же, как в материальном мире, есть какие-то вещи, которые, если он получает раньше времени, не готовы к тому, чтобы их получить, то брахе это не вызовет. Грубо говоря, если человек получает большое богатство в слишком юном возрасте, когда у него Ецергора работает совсем не так, как во взрослом возрасте, то в результате, вместо того, чтобы использовать это богатство для Тора и заповедей, он будет использовать это для Аверот, и поскольку его Ецер сильнее, чем он может выдержать, это не Сайон, в который нельзя войти. И то же самое в духовном плане. Если человек понимает какую-то часть Тора, которую ему рано понимать, то это понимание не может быть стопроцентным, в результате он придет к ошибке, и если человек получает, ну я не знаю, даже должность раба в слишком юном возрасте, ему начинают задавать вопросы, которые теоретически он знает, где написано, но он не может сделать, не обладает шекульдат, не обладает возможностью взвесить и увидеть, кому что надо отвечать, кому что надо преподавать и так далее, то это наследство не привезет брахи. Это то, что как бы на поверхности, то, что имеет в виду Мальбин, на более глубоком уровне я не знаю, имеет ли он что-то в виду или нет, не могу сказать. Дальше продолжает, Шламамеллахи говорит 22-й пасук, не говори, я отплачу за зло, надейся на Всевышнего, он поможет тебе. Знаете, я еще один пасук прочитаю, чтобы было удобнее. мерзость перед Всевышним, двойные гири и неверные весы не являются добром. Мальбин объединяет эти два пасука, поэтому я их тоже прочитал вместе, хотя совершенно не очевидно, что их надо объединять. говорит он, говорит он, я на иврите, не скажи, я заплачу злом, надейся на Всевышнего, он спасет тебя. Таавад Гаше, мерзость для Всевышнего, Эвен Вэвен, два вида камней. Камни имеются в виду, камни использовались в виде гирек, не выплавлялись во время Шлама Амеллахи, чугунные гирки, и выбирали камни какого-то определенного веса, и ими пользовались как измерительным прибором. Омаазней Мерма Лотов, и весы, которые лгут, это ничего хорошего не сделают. Говорит Мальбин, если сделает тебе человек зло в торговле, то есть, он гунаатха, омахараха, хаскара, мизуефит, он обманул тебя, сделал оно, и продал тебе с хура партию товара поддельную, то, аль-тамар, не скажи ему, ли шалэм, лобамаот, мизуяв, что я заплачу ему за это, я вижу, что я получил товар, который поддельный, я заплачу поддельными деньгами, как-то иначе называется, фальшивыми деньгами. Так как он сделал мне, так же я сделаю ему, и к нему вернется мой ущерб. Не надо так делать. Потому что, ашалмара, ты говоришь, я заплачу злом, не говори этого, но надейся на Всевышнего, и он спасет тебя, и восполнит твой хессарон, твой изъян. И об этом приводит Машаль, то есть то, что сейчас было, это не Мшаль, это и суть проблемы. То есть Мальвим считает, что это суть этих двух суким, именно об этом. Ты с кем-то торгуешь, совершаешь сделку, и он тебя откровенно надирает, и ты можешь его обмануть еще больше, таким образом, чтобы заплатить за фальшивые, за фальшивые, бриллианты фальшивыми монетами. Не надо этого делать. И он приводит Машаль. Если он тебе продал поддельными гирьками, и дал тебе апельсинов на 200 грамм меньше, и у него были два вида этих измерительных гирь, и ты захочешь ему продать обратно, и взять подобные гири, когда на завтра ты ему продаешь что-то другое, и используешь Мазней Мирма, весы, которые являются весами лжи, то есть ты его обманешь. Знай, что Эвен в Эвен гем та ва Дэшем, что два вида камней, два вида измерительных гирек, это мерзость перед Всевышнего. Ва Шелуба Мазней Мирма, когда ты отплачиваешь этого, и заполняешь лжи весами, это тоже не вещь, которая является хорошей, потому что Ашем предупреждает об этом разными способами. Как сказано здесь, лымала, у нас в Мишле уже написано, Эвен в Эвен, Эйфа в Эйфа, мера веса, два вида меры веса, и два вида сыпучих тел объема, это Таава Ашем Шнеем, оба являются мерзостью перед Всевышним. Поэтому, когда у тебя происходит такая возможность, ты можешь его тоже обмануть, тоже обокрасть, украсть у вора фактически, то ты должен знать, что Всевышний не считает это Маосе, Маосе Топ, он не считает, что это позитивная вещь. А что тебе надо делать? Надо надеяться на Творца, который сохранит тебя от ущерба, которые могут произойти. Так учат Мальбим эти два пасука. Гаон, Мивильна, он, насколько я понимаю, насколько я помню, я готовил прошлую неделю, не помню сейчас, насколько я помню, он разделяет эти два пасука и не объединяет их внутри одного пшата. Читаем. «Не скажи, я заплачу ему злом, надейся на Всевышнего, и он спасет тебя». Во время, когда человек хочет сделать тебе зло, и есть у Всевышнего силы заплатить ему злом, не скажи, я заплачу злом, и так же, как ты боишься, чтобы тебе сделали зло сейчас, так же не надо платить ему злом. То есть, несмотря на то, что он тебе делает какую-то гадость, не надо ему отвечать гадостью. Гаон здесь не вводит проблему торговли и проблему весов, понятно, что эти вещи связаны, и понятно, что обмануть и сделать гадость можно не только разными видами гирьками, можно это сделать значительно более сложными путями. И так же после этого, сделает он мне зло, ты не бойся, потому что надейся на Всевышнего, что не сделается тебе ничего, зла тебе не будет от этой истории, потому что его силы, возможности сделать зла, они будут уменьшены со стороны Творца, чтобы он не сделал тебе это. И так же сейчас, спасает тебя Всевышний от твоих царот, и так же он, и так же, точка. То есть, не имеется в виду, что когда тебя бьют по морде, то надо поставить другую щеку, это из другой истории, этого не имеется в виду. Если ты видишь, что вы заключаете сделку, и он хочет тебя обмануть, и сделка не завершена, и ты можешь отказаться, то безусловно, ты должен от этого отказаться. Такой вопрос не стоит. И понятно, что речь идет не только о взвешивании килограмма апельсинов или помидорах на весах, речь идет о значительно более серьезных сделках тоже. И в тот момент, когда тебя обманывают в бизнесе, безусловно, ты должен отказаться, объясни с ним дело. Но это не означает, что ты можешь сделать вид, что ты не заметил, зная, что на завтра вам предстоит другой договор, и у тебя есть возможность обокрасть его еще больше. Об этом, говорит Шлома Меллах, что этого сделать нельзя. И также, по отношению к службе Всевышнего Идбарах, не скажи, что к валькирити, коль емэй, борацон таавати, что уже закончились все дни желания моей таавы, когда я сделаю ка-шер я-се га-ава-д-гара, в эйх а-шуф ла-шем, не скажи так, что я уже сделал, у меня была таева, я был молодой, и сделал все, что можно было, все гадости, которые можно было сделать по отношению ка-ава-д-га-шем, по отношению к службе Всевышнему, я уже все сделал. И поэтому, нету никакой возможности вернуться к Творцу, сделать шуву, но ты должен сейчас закончить зло, которое ты делал, и уйти из этого мира. То есть, не говори так, что я сейчас все, что можно, сделал, и все гадости, которые были, я уже совершил, теперь мне осталось только спокойно помереть в том состоянии, в котором я нахожусь. Не скажи так, а только надейся на Всевышнего, надейся на Творца, и Он тебя спасет. Как сказано, что человек, у которого, у человека есть проблема, у него он ел чеснок, и у него плохой запах изо рта. Это не означает, что чтобы уменьшить этот запах, надо поесть лука, и чтобы уже пахло в двойном размере. Это не способ уничтожения запаха, но если ты уже сделал очень много зла, то ты не должен сказать, что я буду продолжать. Гагро переводит это не так, как перевел Мальбин. Мальбин переводит, я заплачу ему, который сделал мне плохо, я ему отплачу тем же. Так нельзя говорить. Слово эшалма, я заплачу, может быть, от слова заплатить, и от слова заполнить, дополнить, доделать до конца. И Мальбин объясняет, не говори так, что я уже закончу делать злом, поскольку я уже весь погряз в этом зле, но надейся на Всевышнего, и Он тебя спасет. То есть не заедай чеснок луком, не делай так, чтобы ты показал, что я уже все равно, мне уже кранты, никакого куда уже не вернуться, мне уже так много лет, и так далее. Но нужно понимать, что нужно надеяться на Всевышнего, и тшуа Всевышний принимает в любом возрасте, и можно достигнуть очень многого. Понятно, что если осталась жизнь меньше лет, чем, не знаю, десятилетнему ребенку, то десятилетний ребенок может достигнуть большего, чем ребенок, который 65 лет, хазарбат шуа, делает шуа. Это совершенно очевидно и понятно. Но при этом, Акодыш Баругу даст возможность, и надо на него надеяться, и то, что можно исправить, можно исправить в любом возрасте. И об этом сказано в другом месте, что вернись к шуе даже за день до смерти, и этот шуа, в день смерти, и этот шуа будет принято Всевышнему, и ты можешь исправить то, что было сделано. То есть Гаон идет в этом пасуке совершенно не так, как Мальбим. Речь не идет о том, что не плати ближнему злом, поскольку он тебе сделал зло. Речь идет еще об одной вещи, о том, что не заканчивай, не продолжай делать зло, считая, что у тебя вся жизнь потеряна, ты уже весь погряз в Ессар-горе. Нет, ты можешь надеяться на Всевышнего, и шуа твоя будет принята в любое время, в любом месте. Совершенно новый, другой пшат. И следующий пасук, который Гаон тоже переводит не так, как Мальбим, хотя очень похоже на этот раз уже, потому что сам пасук, здесь вроде как поставлены точки над «и», мерзость Всевышнему, два вида измерительных весовых гирек, камней, и весы, которые делаются лживо, они не приведут к добру. То есть, человеку, у которого есть два вида камней, которые он вешает, один камень, для того, чтобы знать, как правильно взвешивать, сколько это весит, это камень для себя, и другой камень, которыми он продает для другого человека. И также весы, которые являются весами двойными, весами лжи, это Таава, Гашем, это мерзость Всевышнего, это Лотов, Бааламазе, и в этом мире это тоже не приводит ни к чему хорошему. Точка. С Пшада Пашут понятно, что идет о том, что нельзя обвешивать других людей. Но Гаон говорит, что то же самое находится по отношению к Митсу и Авадад Гашем. То же самое относится к службе Всевышнего. Когда человек служит Гашеме, у него есть два пути. Один путь, потому что в этом мире он показывает себя как цадик, который идет по хорошей дороге, а на самом деле у него есть авон тамун бе хубо. У него есть какой-то грех, который спрятан внутри него и сердце его лживо. И он не показывает людям этого сейчас. Между ним и между самим собой он идет по другой дороге. То есть этот человек показывает окружающим, что он идет по пути Йошир, по пути Цадика, Йошара, по пути наиболее приличного человека. А сам внутри себя, когда он остается один на один с собой, то он идет совершенно по другому пути, пути Авейрот и так далее. Этот человек, такой путь, называется Таавад Гашем, мерзость перед Творцом. И так же самому человеку в этом мире тоже не останет с этого пути хорошо. То есть можно было подумать, что Валам Абба, да, он получит наказание от Всевышнего, но сейчас ему просто отлично, он прекрасно живет. Просто у меня есть всякие герсаот, всякие версии другого Гаона, который написан где-то в рукописях и так далее. Здесь чуть-чуть изменено, но смысл этого не меняет. И он говорит, что так же мазны мерма, что такое весы лжи, лживые весы. Это относится к балой чува. Во время, когда человек возвращается от своих плохих путей ко Всевышнему, он должен взвешивать свои медот, свои качества и свои пути на весах, потому что изначально нужно перевернуть все свои медот. Мы уже это однажды учили. Есть Рамбом, который говорит, я делаю предисловие, чтобы легче было понять Гаона. Рамбов говорит, что человек внутри своих медот, внутри своих качеств, есть качества, я возьму два качества, жимотство и расточительство. Это два качества противоположные, антонимы, один другому. Человек, который вдруг понял, что он все, что у него есть, тратит на какую-то ерунду, выкидывает, и дома нечего кушать, не хватает детям, не хватает жене, а он тратит это на то, чтобы, ну я не знаю, на что, мне не придумать какого-нибудь примера, на какую-то глупость, расточительство. Этот человек, который это понял, взвесил себя, он должен делать шву. Для того, чтобы сделать шву, он должен, расточительство находится справа, как бы, есть общая дорога, средняя дорога, по которой надо идти, и надо стараться идти по середине. Сейчас он выяснил, что его проблема это расточительство. Он должен прыгнуть в левую сторону, оказаться с левой стороны этой дороги, внутри дороги, но идти по дороге с левой стороны, которая называется жмотство. То есть он должен приучить себя к тому, чтобы работать немножко жмотом. Потом, когда он поймется, что он закончил со своим расточительством, он должен вернуться на середину дороги. Человек, который жмот, и который не может себе позволить потратить лишнего рубля, ему ровно обратно, когда он делает шуву, ему нужно прыгнуть в правую сторону, для того, чтобы идти по правой стороне некоторое время, заниматься, тратить больше, чем он может, немножко, для того, чтобы потом вернуться на середину, потому что иначе вернуться, говорит Рамбом, трудно. Говорит Гаон сейчас, используем этого Рамбома, чтобы понять, что говорит Гаон. Что такое мазный мирма, что такое двойные весы, весы, которые весы лжи. Они соответствуют Байль-Шуву, человек, который делает шуву. Байль-Шува, это не мы с вами, Байль-Шува, это не тот, который ничего не соблюдал и вдруг решил познакомиться с Торой. Стандартный Байль-Шува, это человек, который соблюдает всю Тору, но у него есть одна какая-то проблема, и от этой проблемы нужно вернуться. Сейчас от нее нужно сделать шуву. Об этом говорит Гаон. Во время, когда он возвращается от своих плохих путей ко Всевышнему, он должен взвесить свои медот на весах, должен проверить себя, потому что изначально ему нужно исправить ту меду, перевернуть ту меду, которая заставляла, то качество, которое заставляло его делать эту авейру. Во время, когда он хочет приучить себя к какой-то конкретной позитивной меде, качеству, которое должен внедрить в свою душу, и он должен свернуть в сторону Гафух, в сторону наоборот, справа налево, слева направо. Как, например, человек, который часто гневается, гневаться нельзя, есть обратная меда, когда человек ничего не видит, ни на что не обращает внимания. Если это совсем ни на что, это тоже не совсем позитивная меда. Есть между гневом и наплевательским отношением ко всему, есть что-то промежуточное, что является идеальным, но когда он видит, что он все время находится в гневе, что сразу же вытаскивает из ножен кинжал и в бок, то этому человеку нужно прийти к обратной меди, ему нужно прыгнуть в другую сторону, слева направо. Например, из Гаевы, Гордыни, Высокомерия, ему нужно прийти к полному стопроцентному швелуту, к полному необращению внимания на себя. До такого состояния, что он дойдет до этого, чтобы потом он мог спокойно вернуться на Накуду и Мсаид, на среднюю дорожку, на средний уровень, и там уже продолжать жить. Потому что человек не должен ни на что не обращать внимания, ни на что не гневаться, плевать на себя полностью, потому что плюя на себя полностью, у него не будет, я не знаю, позитивной, Гаевы, трудно сказать, но у него не будет какого-то стремления к самосовершенствованию, он просто превратит себя в такую полную тряпку, и, соответственно, как только ему попадется какая-то миссия, он подумает, да все равно я не смогу, зачем ее делать, или когда он окажется в состоянии, когда надо учиться, он будет говорить, я все равно никогда ничего не понимаю, чего мне учить Тору, я привожу специально крайние примеры, но человек, который страдает от гордыни, так как, грубо говоря, он думает, что Гай Юлий Цезарь или Эйнштейн и так далее, а потом, оказывается, был такой стишок, два стоит, а пять, а я думал пять, оказалось, я дурак, а думал гений, то этому человеку, когда он видит себя в виде гения совершенного, ему нужно немножечко принизить себя, перейти на другой уровень, но в результате прийти на Дерих и Мцаи на средний путь для того, чтобы он мог делать Тору, Митсвес, служение Всевышнего и не гордиться этим, то есть гордиться службе Всевышнего надо, но не думать, что он выше других по этому поводу. И это то, что сказали наши мудрецы. Кто такой Талмит Хохам? Это Гемора в Шабате, по-моему, 114-й, да, здесь у меня должна быть ссылка, Куф Юдалет. Кто такой Талмит Хохам? Человек, который знает перевернуть свою одежду с изнанки на правильную сторону. Когда я первый раз читал эту Гемору, это было очень много лет назад, но я читал эту Гемору еще в Ленинграде с Гришей, у нас была Хевруса, мы учили шаббат вдвоем с моим учителем, то не помню, обсуждал ли я с ним это или мне это самого в голову пришло, вопрос очень простой. Обычно, ну, в 8, ну, в 9 лет, разные дети по-разному, обычно раньше, ребенок, если он надел одежду наизнанку, он понимает, что ее надо надеть на правильную сторону. Правда, в определенном возрасте, если ему говоришь, что неправильно надел, например, правый и левый сандаль, то он приверегает всю теорию вероятности, снимает и надевает обратно тем же способом, и так может быть много раз. Но, тем не менее, в каком-то возрасте ребенок понимает, где право, где лево, где изнанка, где лицевая сторона и умеет перевернуть одежду. Назвать этого человека Толмиткохом это очень трудно. Марша объясняет, что Пшат Геморре состоит в том, что Мидот Тора определяет как одежды. Человек должен пользоваться одеждами Мидот для того, чтобы показать себя и проявить себя. Это называется одеждами. И он должен знать, в какой момент, на какую сторону, какую одежду надеть. Иногда ему надо проявить себя в качестве гнева, потому что он видит кого-то, кто делает тавирот, оскорбляет других людей, ему надо показать, что он на него гневается. Иногда ему нужно показать себя как очень добрым, но реально он должен надевать ту одежду, которую нужно надеть в этот момент. И это настоящий Талмитхохов, который умеет надеть одежду с правильной стороны. И это человек, который умеет лаофох медотов, он может их вывернуть. То есть, если он слишком расточительный, он понимает, что надо пойти обратно в сторону жмотности и наоборот. И он надевает эти одежды так, как положено. Вэ лаваш кагэн мидо бат кимидото. Пасук в торе. И одет, и оденет кагэн мидо бат. Одежда из бада. Одежда здесь называется мидо по размеру. Кимидото по его размеру. После этого он придет к моторе, к цели по правильным путем. Это Талмитхохам. И он вернется и пойдет по среднему пути. И то же самое с мешкальмой, а знаем, которыми ты веришь. То же самое с гирьками, которыми ты взвешиваешь. Ты должен использовать, взвешивать свои поступки теми гирьками, которые годятся для сейчас. Сейчас я знаю, что у меня есть такая-то проблема, и мне надо увеличить размер гирь, чтобы я совсем уменьшил эту свою мидо. Но потом надо вернуться к средней гири, а не продолжать вешать тем же. Точка. Чуть-чуть более подробно, на самом деле, не совсем так, а чуть-чуть иначе. Гаон объясняет в шире-в шире, приводит немножко другое объяснение. И говорит, что здесь есть мазные мирма, весы лжи. То есть, поскольку человек показывает себя, как будто бы он уже полностью цадик. Он сейчас работает над своими мидот. И начинает работать, показывает человеку, что он свернул в сторону какой-то миды на самый край для того, чтобы исправить свое поведение. А на самом деле он этого не делает, поскольку этой проблемы у него нет. Он специально показывает там, где ему все равно. А там, где у него действительно есть проблемы, там он остается с другими гирьками и не взвешивает себя на этих весах. Это Таавад Гошем. И человеку даже в этом мире от этого не станет хорошо, объясняет он. Потому что никакой авоиды, никакого исправления в этом мире он не достигнет. Это пшат Гаона, этого пасука. И мы видим, что Мальбим и Гаон пошли немножко по разному пути. И Гаон все перевел в авадат мидот, в авоиду, который мы делаем. Бе авадад Гошем. А не в отношении между людьми. Оба пшата кемуван правильные. До следующего я вам решено. Всего доброго. Спасибо за внимание.